Добрый день уважаемые зрители и подписчики. Два года назад я снимал первый ролик о Туле, Туле до Потопной. Съемки я проводил на проспекте Ленина вблизи перекрестка с улицей Советской недалеко от Кремля. Сегодня мы рассмотрим тоже одно очень интересное здание, которое на данный момент именуют Московским вокзалом. Съемки мы вели с одним из соратникам, его зовут Евгений, он живет непосредственно в Туле. Съемка велась с двух камер, это его фотографии и мои фотографии, а также съемки с моего мобильного телефона. Перед вами левый флюгель здания, выполненный колоннадами. Чем-то немного напоминает триумфальные арки, стоящие по всем городам мира, но это как бы вокзал. Огромные окна в нашем климате, явно пристроенный вход, но это настоящий вход в здание, которым мы и воспользуемся для того, чтобы осмотреть его внутри. Рядом с любым из вокзалов расположена гостиница, теперь называется отель Москва. Около него расположена парковка и теперь мы наблюдаем левый флюгель здания вокзала. Четко просматривается то, что здание неоднократно перестраивалось. Явно вносились изменения в форму крыши и планировку самого здания. Это центральный вход, через который мы зайдем, чтобы осмотреть здание внутри. Но вот эти вот колонны, это уже, я не знаю, напоминает слишком ДК, не ДК и где-то я вообще это уже видел. В лепнину явно вмонтирована советская символика. Колонны состоят из бетонных сборных элементов, но и вход явно уже пристроен позже. Четко просматривается непропорциональность здания. Пройдя во главный вход, вы видите огромную дверь. Она очень напоминает вход в церкви. Вот такие вот светильники висят по обеим сторонам входа. Минуем полицейский контроль и оказываемся внутри помещения. Оглядываемся по сторонам и тут же замечаем кучу очень-очень интересных вещей. Признаюсь, я здесь уже не первый раз, но только сегодня смотрю на все под другим углом. Это вид на огромную дверь изнутри. Первым проходим на входе тепловой тамбур. Случайно в стену вмонтирована секция забора. Такие секции я видел уже во многих немецких церквях. Такие же секции будут расположены и внутри здания. Ну а вот они и большие двери. Посмотрите на расчеловека, выходящего сквозь нее и сравните, для кого их могли на самом деле построить. Вот такой вот интересный потолок в этом тепловом тамбуре. Явно заметен перепад высот. Это указывает на присутствие более нижнего этажа. Осматриваем помещение центральной части комплекса изнутри. Не обращаем внимание на пассажиров, не обращая внимания на картины, нарисованные во времена СССР. Осмотрим то, что здесь действительно находится. Над каждым из окон висит почему-то секция от забора. Стены внутри состоят из колонат. Эта часть комплекса имеет строго симметричные пропорциональные размеры изнутри. Теперь поднимем и направим наш взгляд наверх на потолок. А тут мы четко видим схему волновой платы с различными элементами в виде декора. К сожалению на этом потолке отсутствуют элементы с картинами из библейских сюжетов. Зато советская символика так и осталась на стенах изнутри. Такой сложный фазоинвертор сюда вмонтировали специально, чтобы подвесить вот эту люстру. Но это не люстра, это очень интересная антенна. Хотя сейчас к ней приделали просто лампочки и используют для освещения в темное время суток. Это сборная рамочная антенна. Не верите? Ознакомьтесь с учебником Карла Роттхамена, где дается понятное описание всех видов антенн. В настоящее время это помещение используется как центральный зал ЖД вокзала города Тула. Но вот этот цветочек сюда вмонтировали явно только для красоты. Выглянув в окно на улицу, я увидел один очень интересный объект. Это бронепоезд, который остался здесь со времен героической обороны города Тулы в декабре 1941 года. В середине ноября 1941 года немцы вплотную приблизились к стенам города героя Тулы. Город оборонял небольшой гарнизон, а на броняющихся надвигалась волной 2-я танковая армия Гудериана. К началу декабря ситуация на фронте для Красной армии значительно ухудшилась. Немцам удалось обойти Тулу и практически замкнуть кольцо вокруг города. Давайте рассмотрим еще одну немецкую карту. Черными стрелками указаны передвижения войск вермахта в 1941 году по территории СССР. Черная стрелка восточнее Тулы указывает на то, что город был взят. Приказа добить гарнизон, расположенный в Туле, у Гудериана не было. Он должен был двигаться на Каширу. 26 декабря 1941 года Хайнц Гудериан был снят с должности командующего 2-й танковой армии за невыполненную поставленную задачу. Вот такая вот героическая история обороны Тулы, 80-летие которой празднуют в этом году. Я немного отвлекся, ну а теперь мы пройдем в левый флюгель комплекса и посмотрим, что же расположено там внутри. Опять же, арочные проходы, большие окна и очень интересные люстры. Подобная планировка встречается во множестве немецких замков, но вот она самая интересная люстра в этом здании. Наш паровоз летит вперед, в коммуне остановка. Раз, два, три, лампа Чижевского гори. Ну, чем вам нетипичный немецкий замок Шлёс? Таких полно по всей Европе, а тут вы наблюдаете точно такую же у себя на территории города Тулы. Вам даже не обязательно ради подобного ехать куда-то в Европу. Это все у вас в шаговой доступности. Смотрите, рассматривайте и задайтесь одним вопросом, чем же это здание могло быть на самом деле. Свой вывод я покажу сам в конце ролика, обосную и вы увидите, как это здание выглядело на самом деле. Такие высокие потолки делали именно для того, чтобы пассажирам в зале ожидания дышалось гораздо лучше. Такие высокие и широкие проходы делали специально, чтобы пассажиры случайно не застряли в них со своими чемоданами. А такие светильники делал только один дизайнер и именно на весь мир. Я всегда говорю так, посмотрите на вещи под другим углом. Вы всегда заметите очень-очень много всего интересного. Как я уже говорил в начале ролика, я не первый раз уже в этом здании, но сегодня я уже хожу и смотрю специально то, что мне интересно. Я наблюдаю здесь сегодня то, что я раньше просто не видел и не замечал. Ну а теперь подошло время поделиться с вами моими наблюдениями и выводами, которые я сделал, осмотрев этот комплекс. Наша цивилизация использует здание этого комплекса в качестве железнодорожного вокзала. Посмотрим на карту сверху и, как я уже говорил, здание неоднократно перестраивалось. Мы наблюдаем, что чего-то здесь не хватает и не хватает явно. Я немножко дорисую, чтобы вы заметили то, что я уже заметил до этого. Ну что ж, после многочисленных реконструкций здание утратило свой первоначальный вид. И вашему вниманию предстает Тульский Исаакиевский собор, к которому подвели железнодорожные ветки. Под зданием расположены присыпанные этажи, но туда вас в качестве пассажира явно не пустят на экскурсию. Поделитесь этим видео с близким человеком. На этом все. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии и читайте комментарии. Там иногда умные люди пишут умные вещи. Всем добра!